Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте, в студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. В Архангельской области введен особый противопожарный режим. Перекроют и перероют на улице Кузнецова. Завтра начнутся работы по замене теплотрассы. У выпускников региона в этом году появляется больше шансов поступить на бюджетные места по приоритетным специальностям. В Архангельской области введен особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цибульский. С 27 июня по 4 июля вводится ряд ограничений на пребывание людей в лесах. Запрещается въезд в леса транспортных средств, разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. В регионе созданы мобильные группы, которые проводят рейды и патрулируют леса. За нарушение правил особого противопожарного режима грозит административный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. О возгорании в лесах можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 8 800 194 00, а также в региональную диспетчерскую службу по телефону 8 818 2 41 06 41. А тем временем, по каким причинам неизвестно, но точно не из-за пожара, лесные обитатели двинулись в город. По лименде бегают лоси. Такие сообщения начали поступать сегодня в единую диспетчерскую службу города от местных жителей. Зверей видели в районе Затона и у парка работников речного флота. Утром было замечено трое сахатых, вечером видели уже одного. Кстати, это не первый случай, когда лоси заходят в наш город. Притом, не лишним будет напомнить правила безопасности при встрече с этими парнокопытными. Главное, не следует их провоцировать, подходить близко, лучше держать дистанцию. Страх может стать причиной агрессии животного. Несмотря на то, что сахатые безобидные травоядные, они готовы пустить в ход мощные рога и копытам. Для человека это чревато серьезными травмами. Если вы неожиданно встретили лося, то главное не привлекать к себе внимания. Не совершайте резких движений и не стоит издавать громкие звуки. Это может вызвать агрессию. Нельзя идти прямо на лося, пытаясь его спугнуть. Он не способен пятиться назад. Лучше самому отойти в сторону, не поворачиваясь к животному спиной и держа его в поле зрения. Можно встать за дерево или за машину и дать сахатому уйти. Безопасность превыше всего. Сегодня на перекрестке улиц Невского и Маяковского нанесли диагональную дорожную разметку для пешеходов. Теперь они могут пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по наикоротчайшему пути, не нарушая при этом правил дорожного движения. Новая пунктирная разметка обозначает диагональный пешеходный переход, по которому разрешено пересекать проезжую часть не только по периметру перекрестка, но и через его центр. В правила дорожного движения такие переходы были введены еще в 2015 году. Сегодня диагональная дорожка появилась в Котласе. Схема дислокации согласована и утверждена госавтоинспекцией. Для удобства пешеходов администрации городского округа Котлас было принято решение нанести на перекрестке Невского и Маяковского в городе Котлас дорожную разметку 1.14.3, обозначающую диагональный пешеходный переход. Теперь пешеходы могут пересекать проезжую часть на перекрестке по диагонали, не нарушая правил дорожного движения. Исследования показали, что диагональный пешеходный переход наиболее безопасная альтернатива для усовершенствования дорожного движения на тех участках, где транспортные и пешеходные потоки являются особенно интенсивными. Новая разметка на перекрестке улиц Невского и Маяковского единственная в городе. Это значит, что на других регулируемых перекрестках переход проезжей части по диагонали строго запрещен. Нарушителям может грозить административный штраф в размере 500 рублей. В Котласе продолжаются работы по замене теплосети. В связи с этим с завтрашнего дня часть улицы Кузнецова будет временно перекрыта для проезда транспорта. С 8 часов 29 июня до 6 утра 1 июля будет закрыт для движения автотранспорта участок между третьим и пятым домами по улице Кузнецова. Также на время проведения ремонтных работ изменятся маршруты движения городских автобусов по маршрутам 1, 2, 3, 7 и 8. Так единица не будет останавливаться у школьника на Толстого и Фрунзе. У двойки исключаются остановки у адмирала, стелы и горбольницы. Тройку не стоит ждать возле агентства, адмирала и на остановке проспект Мира. Семерку у стелы и адмирала. По маршруту номер 8 исключаются остановки торговый центр «Адмирал», стелла и горбольница. Подробнее с информацией об изменении в схеме движения общественного транспорта можно ознакомиться на официальной странице городской администрации ВКонтакте. Ремонты идут и в другой части Котласа при речном микрорайоне. Там началось благоустройство площади у речного вокзала. Подрядчик приступил к работе. Напомним, что именно это городское пространство получило наибольшую поддержку Котлашан в рейтинговом голосовании в прошлом году. Здание речного вокзала сегодня находится не в лучшем окружении. Рядом заброшки, дикие кустарники, пустырь. Да и сам вокзал давно в неприглядном состоянии. Проект благоустройства общественного пространства у речного – еще одна попытка преобразить территорию, сделать ее более привлекательной для Котлашан и гостей города. Там проект предусматривает не на один этап работы, а на два или на три. У нас сейчас будет внутри большая клумба с дашками вокруг, с новыми фитерными формами, с освещением. А парковка уже там и дальше. Это планируется у них на следующий год. В соответствии с проектом на территории площади предусмотрены несколько функциональных зон. Пешеходно-парковая зона, зона с цветником и световыми конструкциями, и пешеходно-транзитная зона, а также автомобильные проезды и парковки. Запланировано и озеленение территории, посевной газон и устройство живой изгороди. Согласно контракту, работы на объекте должны завершиться до середины января 2024 года. К другим темам. В Архангельской области введена новая мера поддержки многодетных семей. Речь идет о компенсации 50% от стоимости платного обучения детей в образовательных организациях среднего профессионального образования. Соответствующий законопроект внесен губернатором Архангельской области. Депутаты областного собрания утвердили сегодня сразу в двух чтениях. Согласно законопроекту, многодетной семье, проживающей на территории Архангельской области, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости обучения ребенка в учреждениях профтехобразования региона. Важное условие обучения должно проходить по очной форме. Компенсация расходов предоставляется за учебный год по его завершению при условии успешного освоения ребенком программы. В настоящее время в техникумах, училищах и колледжах по морю на платной основе обучается 78 детей из многодетных семей. Также правительство Архангельской области утвердило региональный государственный заказ на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 2024 год. Наращивать подготовку кадров по приоритетным отраслям экономики – такое поручение Федеральному собранию дал президент страны Владимир Путин. Региональный госзаказ на 2024 год составит почти 7 тысяч человек. Из них более 3700 человек. Это запрос на подготовку специалистов среднего звена. Будет увеличено количество бюджетных мест по направлениям обучения, связанных с машиностроением, сельским, лесным и рыбным хозяйством, техникой и технологиями строительства. По итогам 2022 года в нашем регионе были трудоустроены порядка 68% выпускников техникумов и колледжей. Вместе с тем анализ выполнения регионального государственного заказа техникумами и колледжами выявил недобор по целому ряду направлений. Это связано с географической удаленностью учреждений образования и производственной спецификой территорий и недостаточно активной профориентационной работой. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru на именной группе ВКонтакте. Далее рекламы, прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова